Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть The Witcher 3, Дикая Охота, продолжаем проходить эту игру, и как-то я прям спустился не очень, но хотя нам все равно. О, наша конячечка, сейчас побежим куда нам там нужно, посоветоваться с Весемиром, то есть мы уже все, мы уже все разведали о Грифоне, где он, кто он, вообще сколько ему лет, какого он пола, короче это неохотник, не Витчер, а вообще какой-то Шерлок Холмс, поэтому ребята, мы сейчас будем идти туда, куда нам нужно, как вы видите, нам нужно, еще сколько там, 100-160 метров нам нужно, чтобы дойти до места назначения, и мы поговорим с каким-то Весемиром, и после этого, ну, наверное, мы уже пойдем на охоту, опа, доски объявлений, обычно вынимать образ звучит край, задание для Ведьмака. Я бы прошел, честно, но давайте сначала поговорим с этим Весемиром, но что, что одно фиговенько, то что в предыдущей части нам же сказали, что мол, 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 перед сражением лучше подготовиться, но я не имею представления пока что, как тут подготавливаться, что тут вообще делать, и вообще, что делать, чтобы тут подготовиться, время его знает, честно. Ну, да, может, какие-то шмоточки новые купить? Я принял заказ на Грифона. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих Ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. У меня уже есть... Я собрал сведения о Грифоне. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нильфгардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. У меня есть крушина. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Увидимся. Ладно, я пока что, ребята, не хочу посоветоваться с этим Весемиром. Мне сначала нужно как-то подготовиться. То есть в предыдущей серии нам же даже это сказала перед сражением. Лучше всего подготовиться к поединку с этими зверюгами всякими. Опа, рюкзак. Здесь показаны предметы, используемые в данный момент. Здесь показаны прочие принадлежащие вам предметы. Используйте фильтр. Здесь находится информация о наиболее важных характеристиках вашего героя. Предметы в снарожении. Ага, я понял. Ну, вещей у нас нету. А нужно бы, нужно бы. То есть, ребята, я есть лично. Карта мира, алхимия, задания, умения персонажа. Есть ли у нас какие-то умения? Где-то смотреть. А, нет, нет. Нужно найти место, где можно купить хотя бы какие-то там, ну не знаю, припасы или там меч новый или броньку. Самые разные предметы. Здесь можешь купить самые разные предметы. А в чем прикол? Травник, алхимические ингредиенты. Вместо силы, чтобы получить временные бонусы. Ага, 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 ага. Это что? Задающий здесь клиент будет наносить больше урон. Используем вместо сил первый раз. И так же получите... Опа! Опа! Одночку... Ага. А почему нельзя сюда... Да, ладно. Ну, что, ребята, я не знаю. Давайте, может, мы куда-то сбегаем. Я на карте сейчас посмотрю. Вот сюда. Вот сюда. Купец. Вот и снова увиделись. Благодарю за... Люди всякое болт. Вижу товар. Теперь... Да, 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 да. Покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Сейчас мы посмотрим. Продавец. Так. Это мое, да? Это продавец. Необходимый уровень 4А. То есть у него есть, да, вещички, но... Они слишком на нас большие, можно и так сказать. Ну, пищу можно купить. Пища это... А сколько у нас бабла? Сколько у нас бабла? 160. Это я правильно смотрю. Бутыль воды. Эм... 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 Шорами меньше пугаются. Ребят, я не знаю, честно. Так, давайте еще раз. Хотя я уже купил, да, вроде. Или что? Да, я уже купил. Ну... То есть так. Бывай, чувак. А как использовать вещи, чтобы... Чтобы излечать себе я уже... Здоровье восстанавливать, я уже знаю. Но... Ребят, я не знаю. Что такое? Ну, давайте попробуем. Если умрем, значит будем знать, что перед каждым сражением нужно еще тщательнее подготавливаться. Пора ставить ловушку. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много. И мешаться никто не будет. Значит там и увидимся. Чтобы подготовиться... А, вот. Чтобы подготовиться к битве с Грифоном, приготовьте эликсир гром. Нажмите бэк, чтобы открыть меню. Приготовление эликсиров. Перейдите в алхимии. Ингредиенты. Чтобы создать предмет, нужны подходящие ингредиенты. Здесь находится описание с создаванием предмета. Вы можете создавать предмет двух типов. Челкните по форме эликсир гром, чтобы выбрать ее. А что мне не хватает? Вишневая наливка на спирту мне не хватает. Ребята. И не хватает пустая бутылка. Чтобы выбрать ее. Так, сейчас. Бомбы. Гром. Эликсиры гром. А, нет, хватает. А, это как бы другое было. Я понял, я понял. Токсичность и длительность эффект. Ага. Создание предметов. Чтобы использовать предмет в процессе игры, его необходимо подготовить в окне рюкзака. Чтобы выбрать рюкзак, используйте пейджа, пейдждаун и щелкайте по стрелкам. Так. В эликсир, чтобы его использовать, а если подготовить, ага, вот так. Где он? Другие предметы, вещи для задания, алхимия, ремесло. Нет, это не то. Вот она, да, используем ее в вещи гром. Да. Притащи гром в одну из ячеек для эликсиров. А где они, оно точнее, наверное, вот это, ага. Теперь, чтобы использовать этот эликсир, нажмите R, чтобы активировать эликсир с первой ячейки или F и второй. Ну, это мы уже разобрались. Да, замечательно. Ой. Нет, это вот так, да? А что он делает? Токсичность и длительность эффекта. Ага, я понял. Ну что, наша конячка. Это наша конячка. Вроде наша. Иди-ка ты сюда. Здрасте, конечно, но я почему-то на вас сесть не могу. Ага, вот. Вот. Погоди, платва. Платва. Так, потопали, ребят. Сколько там? 120 метров, да? Фу. Ну что, ребята. Идем на сражение. Я, конечно, не имею представления, как мы его будем убивать. Во-первых, то, что я в Ведьмака вообще никогда ранее не играл. Поэтому я даже не имею ни малейшего представления, будет ли это сложно или нет, но по сути должно быть сложно. И так же, ребята, у нас даже... Мы толком не подготовились, поэтому я даже не знаю, сможем мы его убить с первого раза. Если нет, то нужно будет получше подготовиться. Ты готов? Да, я готов, чувак. Можем начинать. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. Ну, ждем. Пойдем-ка в тенек между березами. Пойдем-ка в тенек. Надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. Ты, возможно, не один. Приманочка такая. Ну, ждем Грифона, ждем, пока он нас проведает, наведывает. Опа. Опа. Завоняло я ему, да? Он где-то рядом. Пойдем, сдорожимся. Ну, здрасте, здрасте. Погоди. Возьми-ка. Что ж, что там? Арбалет. Выиграю его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. А как, я думал, ты придержишься старых правил в карты, вот тебе и раз. Я думал, ты придержишься старых правил. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну, хватит разговоров. Надо Грифоном заниматься. А как арбалет использовать? Скажите мне, пожалуйста. С помощью нажмите на арбалет и нажмите, чтобы подтвердить выбор. А чтобы выпустить болт с арбалета, нажмите... Ага, колесико-мышки. Так, магическая ловушка охране. Ребят, я извиняюсь, что я молчу, но просто это реальность. Средоточен сейчас. Мы вообще первый поединок с каким-то просто жутким зверем. Да, я до всего. Фу, ну вроде. Мы так нормально ему жизни снесли, но, как вы видите, он тоже нам нормально так снес. Грифошка, Грифошка, иди-ка ты сюда, дружочек ты наш, миленький. Птичечка ты такая маленькая, да? Опа, это ты еще куда убежал? Иди-ка ты сюда. Ну иди ты сюда нафиг. А тут чувак вообще бесполезный, как я понимаю. Или он наносит какой-то урон? Да вашу мальчик. Ох ты, хрена себе! Молочко, молочко мы сейчас попьем. Он нам ни хреновенько, ребята, так снес, если честно. Я уже начинаюсь бояться, что он еще нас убьет. Критический урон на соточку. О, у него, смотрите, наверх. Не упускай его. А как? А что мне делать? Ну беги ты, платва. А мне просто за ним бежать нужно. А то видите, что он про... А, ведьма с щучьем. С мячом щучьем вы не только увидите, но и слышите гораздо больше. Ну побежали, ребята. Если честно, боюсь, что он сейчас от нас убежит. Ну вроде он вот тут присел, что ли. Ага, то есть мне тут нормально, да? Твою мать. Мне тут нормально, да? То есть он тут с нами будет сражаться, на этой полянке. Я надеюсь, что он сейчас не убежит. Критический урон. Ух ты, не хрена себе! Жопа нам, ребята, жопа нам. Не. Хрень. Не, ребята, я не знаю, честно. Я прям нуб какой-то нафиг. Ух. Ну ладно, давайте сейчас еще раз попробуем. Ну что, паскуда? Готов к второму раунду? Ну что-то, мне кажется, ты нас и в втором раунде убьешь. А сколько у меня... А, в арбалетах бесконечное число, да, патрон? Ну, стрел. Болтов, точнее. Ну, иди-ка ты сюда. Да вашу мать! Почти, ребята, почти. Давай, 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 чувачина, давай, иди-ка ты сюда. Грифоша наш. Опа. Еще раз. Да, ребята, мы это сделали, спасибо за поддержку, потому что я реально прям бесился, но не то, что бесился, а прям нервничал, потому что первый наш бой с таким крупным монстром. Неплохо, 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 но еще есть над чем поработать. Век живи, век живи, век учись. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак, иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в Карчме. Взять трофей с тела Грифона. Волк. Ух ты, смотрите, сколько дропа с него. Мутагент с Грифона, трофей Грифона. Взять все. Ножичек. Весел с Белого Сада. Мутагены, вы нашли мутаген, используй его, чтобы улучшить умение или приготовить особое зелье, которое называется мутагенным отваром. Откройте окно персонажа, чтобы узнать больше. А ну. Не задание. Допустим, я не знаю, умение персонажа есть у нас какие-то? Нет, умение персонажа. Мутагены, поместите мутагены в соответствующие ячейки, чтобы получить бонус характеристикам персонажа. Ага. А вот, мутаген Грифона плюс 50 здоровья. Это круто. Ага. Активированный мутаген дает бонусы к характеристикам персонажа. Мутагены и умения отмечены цветом. Поместите мутаген в поле, где есть хотя бы одно умение того же цвета, чтобы увеличить его бонус. Ага. Мутагены. Умение, которое цветом от мутагена увеличит его бонус. Я понял. Чем больше умений и на поле, совпадая под цветом с мутагеном этого поля, тем больше бонуса дает мутаген. Каждое умение того же цвета увеличит бонус на 100%. Круто. Мутаген также можно использовать для приготовления сильнодействующих эликсиров, называемых мутагенными отварами. Ага, я понял, я понял. А вич, ты, порог перед зарядителями. Ага, круто. Ну ладно. Бонусы всякие. Так, ребята, ну что, давайте мы быстренько потопаем туда, куда нам нужно. Сколько там у нас еще осталось? Ой, я не туда потопал, вот сюда. Сколько там осталось? 300 там с чем-то метров, да? Мы уже тут вроде когда-то пробегали один раз. Место... Какое нафиг место силы? А, это то, куда я хотел тыпехнуться, но не смог, да? А что это? Твою мать, я случайно... Ладно. А что это за хренотень? Я убил его? Что-то мне кажется, что нет. Так. А что это за хрень? То есть... Зажмите и... Ого. Ни хрена себе. Очко умения. Умение персонажа. Это знаки... А-а-а-а! А-а-а-а-а! Да тут еще столько всего! Смотрите, то есть у нас тут есть ветки изучения характеристик, то есть умений, да? Первое, красное, это фехтование. Второе, знаки, это какая-то знаки. Логично, да? Прямо кипичевидность. Третье, алхимия, это, ну... Всякие зелья, всякие там штучки, дрючки. Четвертое, это умения солнца и звезды. Охренеть. И мутагены. Ну, мутагены, это мутагены, логично. Прицельная бомба, каждый известный рецепт, или какой там известный, да. Ну, я не хочу вот эти алхимические хрени отражать стрелы. При наведении арбалета время замедляется еще на 15%. При ростачку адреналина. Получив урон, ведьмяк теряет на 20 меньше адреналина при ростачку адреналина. Оху, ребят, я пока что не знаю, честное слово. Ага, то есть тут еще и целиться можно нафиг. А я даже не знал. Ну, ладно. Давайте, в принципе, мы уже топаем к новому месту. И, наверное, на том месте мы уже закончим, потому что... Сильно длинные серии я не хочу делать, потому что они получаются, ну... Весят очень много, если честно. И потом они заливаются, ну, прям, в день, или даже... Действительно, ребята, я не преувеличиваю, где-то день. Рабалюха. Я хотел сказать, интернет у меня не очень, но смотрю, какие у меня предметы вот там снизу есть. Такой хотел сказать. Арбалет у меня не очень. Не, ну, действительно, интернет у меня, ребята, не очень, поэтому заливается очень долго. Ладно, на этом мы уже будем прям заканчивать вот тут. Я как раз сейчас сохранюсь. Сохранюсь. Да. Да. Прямо вот тут. На этом мы будем заканчивать, ребята. Всем за просмотр. Набираем 200 лайков на новую серию Ведьмака. Быстрее выйдет новая серия и Ведьмака, и Пиксельмона. Да, новые правила такие. Хотите больше Пиксельмона и Ведьмака? Ставьте лайк под этим видео. Вступайте в нашу базу Кутых Перцев. Все, что от вас требуется, просто на меня подписаться. Буду очень рад, если вы поставите лайк. И также, если оставите свой комментарий. Я читаю каждый ваш комментарий и буду рад ответить на ваш вопрос. Или просто-напросто прочитать какой-то адекватный, хороший комментарий. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.